Хороший итог. Разговор на эту, скажем прямо, злободневную тему продолжим в нашей студии. У нас в гостях член общественной палаты нарколог Олег Зыков, психолог Ирина Попова и певец Влад Топалов. Олег, Ирина, Влад, доброе утро. Доброе утро. И как к психологу вам, Ирина, первый вопрос. Маскируется под газировку данный безалкогольный напиток, коктейль. Вкусно, сладко, ничем я. Вполне безобидно. Вполне безобидно. Что чувствуют ребята? Как вот они это воспринимают для себя? Они понимают, что это алкогольный напиток, что это вредно? Знаете, я хотела бы уточнить немножечко, потому что 80% потребителей слабоалкогольных коктейлей – это подростки в возрасте от 12 до 17 лет. И выросшие на газированных напитках всевозможных, они очень легко переходят, в общем-то, на те же коктейли с теми же вкусовыми добавками, но уже содержащие... Ну, позволяющие захмелеть, прямо так скажем, да? Да, не всегда понимаешь о вреде и батюшке. То есть ребенок себе отчета не отдает, что он употребляет именно алкогольный напиток? Не всегда. Дело в том, что подростковый возраст – это возраст такой особый. Ребенок активно познает социум, и они первые становятся жертвами, в общем-то, всевозможных рекламных роликов. Они настроены на... И, наверное, реклама как раз рассказывает, что это-то как раз не алкоголь, и поэтому этот барьер легче сломать, да? Ну, в какой-то момент, да, просто предъявление такое активное в средствах массовой информации, да, они становятся первыми, собственно, потребителями. Олег, ну, хотелось бы узнать ваше мнение как врача, потому что известно, что сахар с газировкой быстрее... Усваивается организм. ...и алкоголь быстрее усваивается организмом. Насколько быстро в таком случае возникает привыкание, зависимость, и как тяжело потом все это дело снять? Ну, тем не менее, прежде чем ответить на ваш вопрос, хотелось бы продолжить мысль, связанную с тем, в какой форме, в какой степени ребенок осознает, алкоголь это или нет. Это напрямую сопрягается с идеей как раз первичной профилактики. Ведь в чем смысл ее? В том, чтобы сформировать личность, которую способны осознавать. Если мы, взрослые, со своими собственными детьми, находимся в диалоге, если мы понимаем, что с 3-4 лет это уже человек, это личность, ты должен любить и уважать собственного ребенка, и находишься с ним в постоянном контакте, то он будет осознавать. Он и в 5 лет будет осознавать, и в 7 лет будет осознавать, и не будет употреблять эту самую дрянь. Вы знаете, у нас сегодня утром есть представитель молодого поколения, человек, который работает для этих людей и отлично знает эту публику. И формирует их моду. Возможно, в том числе. Вот я бы хотела в таком случае спросить у Влада, насколько это действительно, вот насколько это распространено, сколько людей с банками конкретно приходят на эти концерты, и вот насколько вам серьезной кажется эта проблема сегодня? Детей и людей, фанатов, поклонников с банками приходит действительно очень много. Просто вот в мою юность и молодость совсем, мне сейчас 23, вот когда я начинал гулять, выходить во двор в 14, в 13, в 15, я вот не помню, чтобы у нас были банки с таким алкоголем. Значит, когда мне было уже 18, мы с ребятами иногда выходили и покупали пиво. Да, но вот банок алкогольных почему-то я не застал, я даже не помню, чтобы я... Может, они еще не были. Да, но я считаю, что это очень большая проблема, потому что я очень часто вижу девушек молодых, там, своих поклонниц, неважно, просто девушек на концертах, вот с этими банками на улицах, причем уже вышли из моды нормальные напитки спиртные, почему-то это стало сильно очень модно, и очень беспокоит, очень беспокоит. Ну, вы, тем не менее, наверняка и в молодости тоже, потому что это, наверное, возможно, какой-то этап, который проходит каждый ребенок, да, инициации, посвящение во взрослые, надо попробовать какие-то взрослые напитки, пусть даже некоторые не отдают себе отчет, то, что они пьют, но тем не менее, вы каким-то образом эту инициацию тоже прошли. Вот чтобы не сорваться, не скатиться, не там, не улететь, что вы конкретно делали? Что для вас стало стимулом, чтобы, ну, просто не делать неправильных вещей? Только воспитание, только воспитание родителей, потому что я попробовал первые алкогольные напитки, начал вот там иногда выпивать только под присмотром отца, да, то есть он мне сказал, лучше ты это попробуешь при мне, вот тебе бокал пива, там, 0,33, выпил, все, хорош, сидишь дальше, уже папа, можно еще, вот. Олег, вы же прекрасно понимаете, что вот эта разница питья, да, которая существует между взрослыми и детьми, взрослые пьют для того, чтобы расслабиться, а дети выпивают для того, чтобы наоборот подстегнуть свой организм, танцевать всю ночь, не знаю, там, зажигать и так далее, быть на дискотеке. Вот мне просто интересно знать ваше мнение как врача, что при этом испытывает детский организм, для того, чтобы наглядно объяснить, нас и дети, и взрослые смотрят, я надеюсь, сейчас в этот момент, и рассказать, какие перспективы-то. Привести это, может, к самым трагическим последствиям, безусловно, и вот в вашем сюжете все это было описано, и доктор все это рассказывал, не буду пересказывать. Формируется стандарт поведения, штамп поведенческий. Человек выходит в окружающий мир и, сталкиваясь с разными проблемами, имеет только один способ решения этих проблем – напиться. И таким образом формируется алкоголизм. Алкоголизм ведь – это не столько генетика, она там 35-ю роль играет, сколько стандарт поведения, штамп поведенческий. И вот эти сладкие напитки – это замечательные входные ворота в этот поведенческий штаб, в этом трагедия. А то, что потом появляется уже зависимое поведение, появляются симптомы алкоголизма – это все потом. И самое страшное – это классный маркетинговый ход со стороны алкогольного ломби, да, сочетание сладенькой воды и алкоголя. Это классно, и это страшно. Но сейчас общественность как раз вышла с предложением запретить смешивать в один коктейль спирт с кофеином. И так, собственно, поступили во многих европейских странах. Вот интересно знать ваше мнение, может быть, эти меры и помогут, а может быть и нет. Дело в том, что проблема гораздо – это социальное явление уже фактически, в общем-то, да, это отсутствие напитка, будут поиски другого. Конечно, все проблемы в семье. И нужно не забывать, что мы, собственно, воспитываем своих детей собственным примером. И не важно, что мы при этом говорим, важно, что мы при этом делаем. Влад, как вы считаете? Ну, наверное, в первую очередь, конечно, семья, конечно, как семейное начало должно быть. Ну, представим, что у вас есть семья и у вас есть ребенок. Вот чтобы он, дойдя до 12 лет, не захотел этот банк? Не сорвался, да, вот в эту пробку? Просто контролировал. У меня просто есть младшая сестра, которая на три года у меня младшая. Вот она сейчас только закончила университет, и у нее вот начинаются как раз все вот эти проблемы. Но на правильный образ жизни я пытаюсь? Я очень надеюсь, я же половину не знаю, вы понимаете. Ну, так что вы как старший брат делаете? Круг общения, в первую очередь. Потому что я тоже прошел через разные вещи в своей жизни. Просто это на самом деле круг общения. Потому что, вот как мне кажется, у меня был тоже период переходного возраста, период проблемы отцов и детей, когда у меня был протест против всего, что мне говорили папа и мама. Но я, правда, жил один с 16 лет, может быть, это. Но, в принципе, что вы мне ни говорили, я все равно не слушал. Я бы хотел поддержать, Влад. На самом деле проблема гораздо глубже и гораздо системнее. И мы здесь не должны впадать в романтизм. Мы запретим алкогольные коктейли, и все в наших семьях будет хорошо, и судьба нашего общества будет процветать. Это не так. Мы прекрасно понимаем, что все это симптомы, алкоголизм, преступность, беспризорность. Есть ребенок и его трагедия. Трагедия его жизни, трагедия его судьбы. Или мы подходим с этих позиций, и тогда решаем разные проблемы, в том числе вот эти. На самом деле поганые проблемы, когда провоцируют какую-то часть детей на алкоголизацию. Или мы занимаемся демагогией. Ну что ж, мы будем заниматься демагогией. Надеюсь, что люди, имеющие отношение к этой проблеме и способом ее решения, сделают все возможное. И, по крайней мере, подвижки в успешном и правильном направлении. А вам огромное спасибо, Влад, Ирина и Олег, за то, что сегодня утром пришли в нашу студию. О том, как преодолеть проблему баночного алкоголизма, сегодня утром мы говорили с членом общественной палаты, психиатром, наркологом Олегом Зыковым, психологом Ириной Поповой и певцом Владом Топаловым. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.